Возвращаемся на вторую карту Адроид против Реалити Рифт. Первую достаточно легко выиграли Реалити Рифт, хотя, казалось бы, Адроид должны были бы быть явными фаворитами в этой встрече. По результатам групповой стадии на БТС Юго-Восточная Азия онлайн. Второй сезон. Напомню, что Реалити Рифт чуть не вылетели, чуть не заняли последнее место и чуть не попали в плей-офф, а Адроид, собственно, они были очень-очень близки к выходу в плей-офф в верхнюю сетку, но им буквально немножечко не хватило. И вот первая карта заканчивается тем, что Реалити Рифт реально чуть ли не без шансов уничтожает своего соперника. Значит, на второй карте у нас у Адроид Феникс, Эмберспирит, Квапа и Акс. Очень даже может быть, что это Квиннов Пейн позиция 4. Либо невыгодно, скажем так, оставлять на ласт пик саппорта, когда у тебя вот именно ласт пик. Ты на ласт пик все-таки хочешь оставить либо кэрри, либо мид, либо харду. Сейчас можно даже харду, например, пикать, то есть если какой-то тимбер свободен, или бэтрайдер, и у врага нет героев ни против тимбера, ни против бэтрайдера. Просто можно бахнуть одного из этих героев и очень-очень сильно выиграть свой лайн. Вот. Значит, у Реалити Рифт Клокверк, Снэпфайр, Тролль, Легионка. Очень похоже на то, что это Клокверк, Легионка на линии у Реалити Рифта и Снэпфайр плюс Тролль, Варлорд. Хотя, конечно, лучше было бы, лучше было бы сделать, наверное, Клокверк, Тролль и Снэпфайр, Легионка, чтобы была синергия рейндж плюс милишник, рейндж плюс милишник. Так немножко комфортнее играть. Так, а дроиды банят инвокера. У команды Реалити Рифт есть секретное оружие в виде мипаря. Вот. У них Алакрити очень-очень круто на мипаре играет. И, может быть, есть смысл сейчас этого мипаря пикнуть. Там, правда, у оппонента ласт пик будет, но у него уже как бы тут либо квапа четверка, либо они... Хотя квапа четверка, что, это нормально. Как бы, что такого? Не могут добрать какого-нибудь там пангольера. Но, вообще, если они хотят мипаря, логичнее всего будет прямо сейчас забанить что-то типа пангольера. Вот. И мипаря ласт пикнуть. Если они, ну, не боятся, думают, что это... А, они думают, что эмбер четверка. Ну, вообще, может быть, да. Да, побоялись эмбера четверки и... Забирают снова войд спирита. Хороший выбор, в принципе. Аллакрити показал себя отлично на Водит Спирити на предыдущей карте. Подслил мид, но там матчап неудобный для него был. 10 секунд, а в последний раз. 5 секунд, а в последний раз. Опять-таки, хорошие ласт пики против Водит Спирита Это Пак Ну, Манки Кинг еще может быть хорошо Хотя можно, в принципе, вот конкретно сейчас Я бы на месте Адроид Эмбер бы отправил в мид И взял бы на легкую Вод, да Кэри Морфа они берут Ну, Адроид хороший драфт Я скажу бы еще раз, что драфт у них лучше Чем у соперника Да, мид Эмбер Спирит, Кэри Морф Все супер круто Посмотрим, смогут ли Реалити Рифт Закончить эту встречу Со счетом 2-0, или все-таки будет здесь Третья решающая карта Сейчас узнаем Так Так Ну, поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, да, по линиям все более-менее стандартно Вопрос только по Снэпфайр и Клокверку Как они пойдут Ну да, вот видите Клокверк плюс Троль На одну линию Снэпфайр плюс Легионка Идут на другую линию Так, а что я не могу посмотреть? Второй левел Легионки Снэпфайр Четвертый левел Не густо Не густо, не густо Конечно, да Ну понятно, что Персонажи не сильно сложные Ты если на них там буквально парочку игр сыграл Ты уже примерно чувствуешь Знаешь, что они могут Так, и у нас Квин оф Пейн Позиции Четыре, да Судя по всему Да, Квин оф Пейн Позиции четыре С таким вот любопытным билдом Церклетка Протекшн Две ветки Ну, тут Квопа может, конечно Поднапрячь Квопа четверка Это хороший герой на самом деле Довольно-таки Хороший Итак Смотрим Феникс контролит баунти руну Здесь у нас Акс контролит баунти руну Все четко Ну, Морф Понятное дело, на линии не показывается Не пытается даже крипов блочить Потому что тут Или, да, пытается блочить крипов Но видит бабушку И бабушка тут сразу Как бы ему популярным языком Объясняет, что Нет дружище крипов Блочить ты не будешь Сегодня Не только рядом с вышечкой Так аккуратненько Максимально Качественно пытается Нацюль проблочить Получает выстрел С дробовика Отзе И остается без хп Совершенно Жестко Жестко, ну как есть Ладно Почему Собственно, объясняю Почему я решил, что Пик команды Адроид Снова лучше Значит, у них комбинация Акс-феникс Которая легко Как бы проворачивается Первое Второе Квопа четверка На линии с Аксом Хорошая линия Они здесь Как бы будут нормально качаться Квопа будет троллю мешать Вот видите Хотя тут просто линия разделилась Но в целом Я думаю, что в дальнейшем Как бы Акс вместе с Квопой Должны хорошо этот лайн Стоять Вряд ли Клок и тролль Тут смогут прям как-то Играть агрессивно В миде Эмбер Спирит против Воид Спирита Эмбер Спирит считается Лучшим героем Против Воид Спирита На лайнинге Ну, по крайней мере Я такой Ну, ладно Не лучшим Скажем так Хорошим Персонажем Против Воид Спирита Лучшим может быть Ну, я не имею Компетенции Говорить такие вещи Просто знаешь Он хороший, да Там Люди, которые играют На высоком уровне На мид Эмбер Спирит На мид Эмбер Спирит Может быть Мои слова Как-то опровергнут Или наоборот Подтвердят Но Это просто вот То, что я слышал То, что я знаю Вот, что Эмбер Спирит очень хорош Ну, как видите Здесь вот Так и поступит То есть не Квапу поставили В мид, а эмбер сделали Четверкой А вот именно Эмбер мид Квапа четверкой Но Алакрити пока Очень достойно себя Как бы ведет Против мака на лайне Мак остался без ресурсов И Фласка Ага, Фласку он только сейчас закупает У него три танга Алакрити здесь имеет Пять динаев Что как бы очень классно И он сейчас с этих крипов Если всех добьет Разница будет очень серьезной Там достаточно быстрый боттл У Алакрити И ФБ у нас Делается на бот-линии Тут немножечко Переагрессировал Натс Его убивает Натсуми При помощи воиформа Ну да, тут тоже линия На самом деле такая На которой особо не подоминируешь Если честно У команды Реалити рифт То есть тут вроде Скиллы в морфа бросили Ну а что теперь Он подхилился Перекачался Его саппортит Феникс Феникс спиртов Раскидывает А тут спам конечно летит Но морф Скачается Морфу норм Он себя чувствует уверенно На этой линии Квапа получит Левел 3 И будет напрягать Прыгает за курьером Убивает его Телепортируется На терадин Вышку в топ Пока складывается Ощущение Так Слушайте Акс это убью Пить Ой-ой-ой Плохо Аквапа что Аквапа с Блинком Все в порядке Форсет Блинк Очень важно Проконтролить руну Либо Клаку Либо Снэпфайр Надо обязательно Подойти По четвертую минуту В мид И помочь Алакрити Забрать руну Чтобы продолжать Здесь доминировать Вот По лосхитам Вроде бы как Маг подравнялся С Войт Спиритом Но видите в чем проблема У Алакрити Полный стэк Плюс Боттл Он сейчас как бы Пополнит его Ну постарается Его пополнить А Маг Он Да вот Как бы стэк сейчас Восстановит Но Боттл ему только Ну ладно короче Нормально Тут и по стэку И по Боттлам Тоже как бы Все одинаково Маг подрубает Флеймгард Пытается пропушить линию Для того чтобы Законтролить руну И одно известно точно Магу Эта руна не достанется Вот в топе Спавнится Аркин руна Маг может сюда побежать Но Ее в итоге Просто подбирает Клокер Конечно же И в итоге Что один Что второе Остаются без Рун Игроки команды РР На центре Центральные игроки Клопа Выманивает пачку Крипов Форсится Блинк Сюда подходит Клок Сюда подходит Такса Извините пожалуйста И Тут уже в такой пачке Стоять не очень хочется Тем временем Снова умирает Нац на боте Огромная пачка Профармливается Бензоем Он хоть и Погиб Один раз на лайне Но все равно По крипам У него как бы тут Все супер круто Неприятно Подожгли Тролль топорики Накидывает Кол Погибает еще и Кура Боже Как плохо Топоры раскручиваются Клок здесь рядом Квопа без Блинка Кажется Да Адрю выживет Еще прием Так А нет Денайте Денай Он же умрет Живет 10 ТП Жестко Поджигалова А вот под поджигалкой Ты уже не задинаешь Но там по идее Регент Станга Хороший Тролль Не должен умереть Сейчас сюда злотитит Еще и Крипчика Но тут фласочка нужна Да конечно же Фласочку дают Блин как же круто Все просчитано Нападают на Акса Акс терпит Квопа здесь рядом Квопа второй нож Пол от Бензоя Тычки летят И неужели не хватит Неужели не хватит Нет Все таки хватает Хасл добивает Соперника Акс погибает Нет Не второй раз Первый раз он выжил Там Квопа погибла Да Но погибает в принципе Второй раз на линии Вот Но Дрю снова как бы Остался без ресурсов У него еще как бы Курочка тут погибла Поэтому он не может Сам себе дотащить фласку Этим может только Клокерик заняться На центре Шестой уровень Против шестого Равенство по крипам Чуть больше Заденайл Алакрити Ставит вард И забирает Ничего не забирает Дабл дэмэдж Находит Эмберспирит Ему чуть больше повезло Кивайкс Умер Из вариантов Еще и нацию тоже подрежет Нацию уместили в враг Ну ему нужнее В какой-нибудь Мега тайминговый Этериал выйти Давайте посмотрим Что там на линии у тролля Курьер заспавнился Он потихонечку Тащит его себе Ну там Успел уже тролль подфармить И добирает тебе И ПТ-шку И В рейсбэнд Интересно Какой тролль Будет билд делать Здесь Борьба за поверап На лакрити Астрал степ у него есть И можно попытаться Не, но Эмбер Просто уходит на топ И забирает там руну иллюзий Да, Эмберу конечно Больше везет На руны Правда его поймали Тут очень мемно забрали Через печеньку Ну да, вот чувствуется Что Вот У реалити рифта Чуть-чуть все похуже С драфтом Но вот они переигрывают Во многих моментах Вот сейчас например Эмбер спирит Почему он умер Он же совершенно точно Мог выжить То есть просто Не подставится под это все В топе вот эти дайвы За троллем Где он там выживает На 10 хп Можно сказать Что это везение Но на самом деле Это супер калькулейт Там не дожали кнопочки Точно не дожали На одну тычку больше И Чуть лучше бы Все было бы прожато Тролль бы Погиб 100% Но вот в боте Только там да Вот такие проблемы Там морф на супер Флф фарме стоит Убивают Кива и Кива еще Ремнонтов нет И кажется неужели он уйдет Фисты А там фисты первые Флэмгард 4 Я понял То есть там не добить Ясно Алакрити Пытается прогнать Буми здесь Астрал степ Еще один Астрал степ Есть Но за Квапой идти Уже не особо хочется Тут пытается Клокерк Немножечко позонить Акса В любом случае У Акса Все намного лучше Чем у Легионки И Аксу как бы Проще делать импакт Потому что Ну Аксу нужен блинк И как бы все Вот уже и Собственно импакт пошел А Легионка Она может дать дуэль Такую которую не выиграет Особенно здесь Потому что тут есть Ну Собственно Морф Который может много дамага Нанести Есть Эмбр Который может много дамага Нанести И очень тяжело Может это считать Все равно с проигранного лайна Который 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 может быть Погоня здесь Бензой Чем по астрал степам Астрал степ есть Неужели он и ЦМЛ здесь убьет На ремнатах Влетает Эмбр спирит Ремнат свой Ставит Алакрити Как же долго гоняются За этим будет спиритом С ума сойти И он еще И может сейчас Десемлейт какой-то Нет Пол и Смерть Но он нереально Круто проспейсил Проблема что Легионка не может Уже Ну Лайнить нормально Марфа Дуэль кастует Ну не 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 Должны Не Если сетки будут Ой Сетки это как прокают Жесть Очень мало здоровья Остается Тролль ультует Тычки летят И Марфа забирают С ума сойти Как там сетки запрокали Ладно Мне просто казалось Что тут вообще Марфа прям никак не убить Хорошо тогда вышло Отличный телепорт Отдрю Показывает Великолепное понимание Макро игры Ультует Снэпфайр Хорошая Сониквейв По троим Мак врывается Мака также можно забрать Здесь печенька Печенька кривая Астрал степ Водспирита Удается Водспириту Удается сделать фраг Пытается уйти Кивайксвайк Вопа очень мало здоровья У нее Ежемутся стики Но блин В КД еще очень долго И очередной фраг Для Алакрити Кивайксвайк От урны Не умрет Не умрет Конечно Там Да и в общем-то Задинаить его нельзя Там так помигал Типа Кивайксвайк Может я подумал Типа Мол Мол Задинай меня Но От урны Задинаить нельзя Там Забирают еще И у нас Троляку Акс Поработал Хорошо С Блингдаггером Свеженьким Он как раз Дриотипает Своего соперника Но Акса тоже Наказали Ну естественно Это выгодно Для команды Адроид Что тролля убили Немножечко сбили Ему темп Но блин Как же много Берет себе Сейчас Водспирит 5-1-0 У него статистика Пока что Чувствует себя Алакрити Просто превосходно На этой карте На Феникса Атака в боте Телепортируется Queen of Pain В бот Ставится какая-то Странная Супернова Откровенно говоря Пытается забрать тролля Тролль сельдой Нужен баф Баф Ульт от тролля Санрей Дуэль Тролль выживает Акса убили Акс не смог Дать ультимейт Потому что его задуэлила Легионка Отличная работа Здесь от команды Реалити Удается убить Двух жирных коров За Марфом Выехать не получится Он на центре Туда телепортируется Легионка Легионка может Просто подехать Ладно Легионка себя оправдывает Вот как персонаж Конкретно пикнутый Уже за этот момент Уже можно сказать Что Легионка Много работы выполнила Отличный диспейл Хорошая дуэль Если бы не дуэль То тролль бы 100% умирал От ульты Акса В своем ультимейте А так Легионочка Подсейвила Получается И дуэль выиграла Да И троллю не дало Умереть Отличная работа Буми На боте стоит Суниквейв У него есть Скрим в 4 Нож в 2 Урна которая Потихонечку Будет грейдиться В Спирит Весель Спирит Весель В принципе Артспакт Неплохой Для Квин оф Пейнт Спанули Квапу Дуэль есть Здесь Алакрити Хилл Санрей Но он не спасет Санрей всего лишь Первого левела Ну и эту игру Можно строить Отруху Вод Спирит Если Алакрити Не допустит ошибок Он реально Эту катку Может Он уже Ее как бы Просаливает Достаточно жестко Но Его тиммейты Могут там Допускать ошибки Там умирает Тролль Иногда умирает Легион Периодически Саппорты Тоже подфиживают Слика У 4 Снэпфайр Вообще Как бы 0.5 Статистика Если чё Вот Но Хотя может Это типа Пятерка Снэпфайр На них так просто На боте стоял Ну ладно В общем Могло быть У саппортов Вы побольше Согласитесь Однако У Войт Спирита Всё просто Прекрасно Он на 2 левела Старше своего Оппонента В центре В данный момент Приобретается Блэйд Мэйл Маком Любопытный Артефакт Конкретно здесь Блэйд Мэйл Сам по себе На Эмбер Спирите Это артефакт Хороший Но вот Конкретно здесь Я Не знаю Мне кажется Какой-то Юльчик Мог бы быть Получше Развели Алакнити На Астрал Степ Хукшот Кривой Дуэль пошла Под ульт Снэпфайр Минус Эмбер Спирит Да Мака я прям Не узнаю Он предыдущую карту Просто отлично Отыграл Максимально круто А здесь Чё-то прям Подкиживает 3-4 стата У него Бензой даёт Кол Ставится Супернова Здесь врывается На Цуми Наконец-то Вступает в Игру Морфлин Пытка разбиться Чуть-чуть Не хватает Чуть-чуть Буквально не хватает Снэпфайр Для того, чтобы Разрушить Ультимейт Феникса И дарят Они убили Эмбер Спирита Они заработали Дуэль Они Отдали двух Саппортов В размен На этот Тролляка Всё это время Фармил И тролляк Это если чё Не простой Тролляк Это с БФ Уже по идее Должен быть Да Нет Ещё БФ Нет 15-ая минута Немножечко Затягиваются Тайминги Подкупки Бэтлфьюри Но Тоже нормально Там просолка Отводит Спирита Убивает он Queen of Pain Очевидно Попал Астрал Степами Попал Ремнантом Попал Пульсом Пульсом Тяжело не попасть Вот Но вот Остальными скиллами Можно промахнуться На самом деле И Это Яульчик Да Для Аллакарти Хороший предмет Против акса Невероятно полезный Против Войтспирита Тоже может работать Потому что С одной стороны Ты диспелишь ему Флейнгард С другой стороны Ты Можешь себя спасти От чинов И на Астралстепе ОС Без каких-либо проблем Философер Стоун Выпадает Тут же надо передать Фениксу Прекрасный предмет Чтобы нафармить Какие-то вещи ЦМЛ пока что Просто халдит в боте Он не знает Ушел ли отсюда тролль Или может к нему Кто-то подконнектился Поэтому он побаивается Отсюда выходить Он может следующую пачку Попытаться скипнуть Вот Но пока Чилит в лесочке Так И у морфа Пушка должна появиться Уже очень-очень скоро Пушка тоже хорошая Тайминговая Что там по Весель Весель Так Морф телепорт Неужели его не видно На ракете Ой Он еще и предмет Еще и предмет Оставил Ааа Ультинепфайер Перекачки нет И Куда он вообще Порталился Он же явно Не на респаунд Порталился так долго Очень обидно Тайминги Этериал Блейда Сбиваются Супер нова Надо ультовать Дрю Дрю ультуй Ну что ж ты ешь Ультует только сейчас Но тут его подрезали Ну поздно Поздно Блин Колл атакса По Вод Спириту Нормально Здесь можно Вод Спирит Забрать Еще один Калинг Блейд Что по Снепфайер Снепфайер Тоже умрет Скорее всего Пытается раздать Дэмэджи нюками Но Ничего не выходит Ну переоценили Переоценили себя Немножко ребята Надо было Наверное Дать троллю умереть Сюда телепортируется Легионка Легионка Что по дуэли Баб на Клокверка Может в саппорт Хотя бы в какого-нибудь Дуэль 30 урона у тебя Так ты просто умрешь Если ты будешь Стоять смотреть Нож Диспейл 3 секунды Кивай эксвай Пытается терпеть Рэмпач Ой да Уж конечно Ну ладно Бензой Красавчик Все хорошо сделал Попал всеми Калингблейдами Пять ударов Пять скиллов Пять голов Срублена Калингблейда Макса И это безусловно Супер крутая драка Для команды Да они потеряли Марфа Да неприятно Нацуми умер Крайне неприятно Его подцепили В момент телепорта Еще и нейтральную Шмотку у него Это самое Стыбзили Вот Но это не то Чтобы какая-то Супер полезная Нейтральная шмотка Это раз Этот Эти когти Не когти Клыки Эти клыки Крутые На самом деле Тоже очень Ситуативный предмет Это хороший артефакт Для Урсы Хороший артефакт Для Хускара Хороший артефакт Ну может быть Для Бристлбека Еще Если так вдуматься Он тоже физой бьет И магией бьет Спелл амплифики Ой не Спелл лайфстил И Лайфстил обыкновенный У клыков Вампирский Ну там типа Еще Найт Вижен Он-то дает Ну это такое Как бы знаете Такой бонус Ради которого Ты то То есть Если у тебя Стоит выбор Что взять Аквилу Или вот эту вот Ерунду Клыки Вот эти вот Вампирские Ну на каком-нибудь Кэрре Или на мидере Ты скорее всего Аквилу себе возьмешь Даже на хардере То есть Опять таки Есть просто Исключения Это как Гроу Боу Тоже очень Ситуативный предмет Это как и Квикинин Чарм Тоже очень Ситуативный предмет В действительности Квикинин Чарм По сравнению С другими Тир-3 предметами Дает Не так уж и много Вот Большинству героев То есть Квикинин Чарм Он хорош На инигне На Тайтхантере На Тренд протекторе Может быть На какой-то КВП четверки Тоже он хорош И так далее На любом Кэрре На любом Мидере На большинстве Саппортов Он тоже как бы Не особо полезен Там на большинстве Саппортов полезны Телескопы Киноптики Вот что-то типа того Там всякие Философер Стоуны Просто ты Философер Стоун Можешь вообще Кому угодно Из саппортов Отдать И всем будет по кайфу А Конкретно Эти вот когти Или там Грувбоут Или Квикинин Чарм Не очень Не очень хорошо заходят Так Хасла телепортируется Под когами Маг Сбивает ТП И отлюки Хасла Рошана Забрали Адроид И совершенно спокойно Сейчас Забирают Тир-2 вышку В топе Пытаются Разменяться РР Тир-1 на Тир-2 Но тут на самом деле Опасно очень Потому что Вышка не падает Пушить особо некем Вся надежда На тролля Конечно Вот в данный момент Это уже немножечко Алакрити Хотя что значит Он подзбил себе темп Ну да Типа подзбил Неприятно У Эмбер Спирита В итоге на 1000 золота Больше чем у него Они Батт на дайер Топ Товер Субтитры делал DimaTorzok Лакрити в топ телепортируется У Плокерка тут Есть возможность цепануть Квапу Неудачная комбинация на самом деле Получилась, но Не смогут убить Зафакапили, что называется Хукшот с Когами и с Яулом Плохо получилось Плохо получилось И Квапа из-за этого уходит Это довольно сочный был фраг Там у Квапы 5600 на Твор Сцепанули рандомным колом бабушку И бабушка тоже у нас не спасается Вот это вроде бы все Вот ничего, как бы что сейчас происходит Но проблема в том Что у команды Реалити Рифт Есть тайминговый Тайминговый спиритвессел На четверке Клокерке Но при этом нет возможности пойти И нормально его реализовать Просто потому что там у Марфа Аегиса Пока он с этим Аегисом бегает И щелкает героев У него уже манты появятся И в итоге Как бы от этого спиритвессела Не то чтобы прям много пользы Будет Не, ну понятно, что ты можешь После манты дать Когда там Марф допустим Попытается себя Хотя что он тут себя попытается Сдиспелить Он же С себя ничего кроме как Дебаф От спиритвесселя Диспелить просто не будет Тут нет ни сайланса Ни каких-то рутов Которые Полезно было бы снять манты Так что вот так Прыжок на Эмбера Эмбер салибардой Достаточно плотный Фукшот Что там у нас Пол по Легионке Попытка убить Эмбер спирита Солнце Солнце разбить не получается Ква попрыгает Этериал блейд Войд спирита Войд спирит умирает Солнце открывается И Не удается Здесь Хорошо подраться Реалити рифт Непонятно почему QAXY Игнорирует Покупку Блингдайгера То есть вот он делает Этот свой Пайп Во-первых Пайп подорожал В последних патчах Как вы знаете И покупать его Стоит действительно Прям В самых таких Требуемых Играх Конкретно здесь Нельзя сказать Что пайп Это плохой предмет Просто Ну он приобретается После Владмирса То есть Пайп это Явно более Важный С точки зрения Приобретения Таймингов Артефакта Чем Владмирс Владмирс Здесь тебе Ну конкретно Тебе дает Бенефит И конкретно Еще троллю дает Но тролль просто АФК фармит С СБФом Если что Вот Ему от твоего Владмирса Ни горячо Ни холодно Ты можешь этот Владмирс купить На 25 минуте Ооо Спалился Товарищ Спалился Надо спасать Дрю Он каким-то чудом Выбегает Отсюда Непонятным Да Живет вроде как Неподалеку На Цуме Ему немножечко Не хватает До Манты Буквально Чуть-чуть Так Так там Проблемки Небольшие У Марфа Марфу Очень быстро Выбивают Аегис А он манту Слушайте А он манту Ты не купил А тут же Весель Есть Боже Какой заброс Какой заброс Дуэль По Фениксу Феникс был Без ульты Очень-очень Жестко Пьютакса Отличный Сониквейв На самом деле Но этого урона Будет недостаточно Этого урона Будет недостаточно Кива Икс Может попытаться Как-то Продиспейлить Тебя И Да Вот К наци Не получилось Цепить Здесь Феникса Ну Слушайте Я не знаю Очень странная Атака Очень странная Да Понятно Там Аегис исчезал Ну во-первых Вы как бы Да Вы знаете Что Аегис исчезает Стоит ли Туда лезть Вопрос Хороший Стоит ли Наверное Не особо Манту Очень-очень сильно Забросили Прыгает Акс По-моему Суицид Вопрос Только Убьют ли Тролля Слушайте Не суицид Отлично Ворвался Что-то Я не даться Не лакса А че он такой Жирный Что урона Что нет На него Вообще Ну Ладно Марфа там Правда Забрали Водспирит Поработал У него Уже Аганим Соответственно Резонант Пульс Дает Сайланс И У Марфа Как бы Нет манты До сих пор Он снова Вписался В драку Без манты Ну Вот конкретно Вот эта драка Понятно Почему Как бы Мор вписался Потому что Тут вроде бы Видно Что Акс Что-то живет 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 И можно Подойти Дать свои Скиллы Не обязательно Убегать В другую часть Карты Видишь Там Начинается Драка Акс Вроде Как Умирает Если бы Он умирал 100% То ты бы На морфе Наверное Примел бы Решение Типа Ладно Акс Уже Умер Я его Тут особо Ничем Не спасу Пойду Дальше Дофармлив Вот А тут Вроде Понятно Зачем Он ворвался Ну Вот Предыдущая Конкретно Драка Оставляет Желать Лучшего Конечно От команды Адроид Преимущество По-прежнему За ними 6000 Золота Уже 7000 Там Что-то Они Подфармили Дофармили Вот Вот Он Как раз Тот Самый Пресловутый Квикинин Чарм И Наконец-то Дофармливается Манта Морфингом Здесь Сатаник Ой Сатаник Сенчин Яша Бэтлфьюри Блэкинг Бар Сатаник Наверное Следующим Золотом Будет Троль Покупать Но Что Сатаник Что Сенчин Яша Это Больше Артефакты Такие Ну Сатаник 100% На стойкость Артефакт Для Ловкача Тем более Сенчин Яша Это Стойкость Тире Урон Ну Это Такое Среднее Решение Не хватает Какого-то Может быть Башара Хороший Влет Очень Хороший Влет Атакса Моментально Стирают Тролли Не успевает Легионку Вообще Никак Помочь Акс Конечно С Блэкинг Баром Тролли Нереально Жестко Контрит Ну Тролли Как-то Может Это Пережить Там С С С Хорошо Хукшот Акса Акс БКБ Он Немножечко Заигрался Здесь Ульден Сэмпайр Натсуми Превращается В легионку Дает Диспел Своему Аксу Но Это Конечно Живо Не Спасает Натсуми Пытается Фухуснуть Кива Экс Вая Превращается Снова В легионку Туда Обратно У него Не особо Много Игре Конечно БКБ У Эмбера Появляется В инвентаре Это Большая Проблема Когда У Марфа Появится БКБ Тут Игра Станет Невероятно Сложной То есть Реалити Рифт Конкретно Сейчас Они Еще Могут Наверное Считаться Как Команда Которая При Хороших Условиях Атаки Может Дать Крутую Драку И выиграть Тимфай Но Когда У Марфа Появится БКБ Мне кажется Что это Уже Ванрио Выкупается Водит Спирит Максимально Теперь Адроид Боятся Не то Чтобы максимально Бояться Ладно Это При увеличении Просто Лучше Отойти Игра Питок Мажет Засейвать Солнце Нечем По идее В таверну Чудом Каким Выжил Еще И Алакрити Но Проблема Да Убили Марфа Морф Байбэкнулся Но Морф Сейчас Заберет Аегис И То Что он Байбэкнулся Это В итоге Не возымеет Никакого Эффекта Ибо У него Будет Аегис Его Нужно Будет Убивать Дважды Его Один Раз Убить Достаточно Проблем Теперь Его Нужно Дважды Убить Чтобы Лишить Его Как раз Возможности Принимать Участие В Игре Участие Участие Он 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 От Он Он создан Лиш Он 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 Играет Уш Он fakt Морр с дабл дэмэджем идёт ломать бот. Ему этот дабл дэмэдж нужно сдиспейлить Юлом. Обязательно. Легионка пытается, конечно, отспамиться, но... От этого морфа откреститься очень трудно. QAXV, кстати, играет 0.5.10. У него фрагу по пьему. Да, он неплохие дуэли выдаёт, но... А, морф очень бодро лупит. Тролль телепортируется. У троля, кстати, тоже статистика 2.6. Я только сейчас это увидел. Мемно. Получается, милишный барак стоит. Акс мажет колом. Может быть, это шанс? Может быть, это шанс подраться? Но не против Аегиса. Милишные бараки забрали. Здесь в команде Аброид уже сражаться особо не за что. Снова плохой колл атакса. Солнце ставится. Циклон плюс Элибарда. Разбить солнце кажется можно. Чуть-чуть ещё. Да, солнце разбивается. 70 секунд без Феникса. Можно пытаться драться дальше. Брю ультует. Бенцой даёт колл. Можно разворотить. Как-то сможет Каллинг Блейдом его убить. Но хитпоинтов у Брю слишком много. Блейдмейл прожимается. Прокаст от морфа. Морф теряет только Аегис. Сейчас Алакрити. Астрал степа 2. Герезнант пульса тоже 2. Врывается. Даёт хороший сайлл. В зоне здесь грамотно Акса. Не даёт ему ворваться. Фукшот. Очень плохой фукшот от Хаслы. Нереально плохой. Попал бы он этот фукшот. Можно было бы убить Акса в итоге. В итоге что у нас выходит? Разменяли. Ну никто не выкупался же, да? Но милишные бараки реалити рифт отдали своим. У морфа по-прежнему БКБ нет в этом проблемы. Войт Спирит берёт себе Блинк Даггер. Не хватает ему конечно самому какого-то БКБ, какого-то дополнительного эскейпа. Ибо Ремнант он частенько использует для того, чтобы схватить кого-то и подцепить Ремнантом. И таким образом у него не остаётся собственного эскейпа. Если прыгает в него какой-то Эмбер, цепляет его, не даёт ему скастовать ни Астрал Степ, ни Диссимилейт, то Алакрити очень быстро погибает. Тролль доделывает Сатаник. Выглядит здравое... Выглядит как здравое решение, но тут столько... Тут нужен какой-то локдаун хороший, понимаете? Вот Абиссл Блейд, может Абиссл Блейд Рапира. Вот что-то подобное, наверное, Дрю нужно. У него из нейтральных предметов там паучьи лапки. Я вот думаю, неужели у него ничего лучше нет. Ну да, видите, не повезло. Телескоп, Квикинин Чарм, паучьи лапки и Грейтер Ферри. Где вот Паладин Сор, где Титан Сливер, где Арба. Вот ничего такого не выпало. Супер невезение. И ещё при этом не выпадает репейр-кит из всех этих слотов. Грейтер Ферри Файр это вообще предмет какой-то... Мне кажется, совершенно лишний. В этом тире его можно просто удалить. Он почти никем не используется. То есть это какой-то странный предмет. Его уже к тому же прожали, типа, все заряды. Понятно, что лучше бы вместо... Ну, телескоп конкретно здесь нужен. Не особо. Ну, для бабки Кастренш на печеньку, типа, приятно. Но как бы такое. Квикинин Чарм лучше любой предмет. Вот из стандартных. Вот, смотрите, Арба, Репейр-кит, Паладин, Титан. Майндбрейкер. Всё это лучше, чем вот этот Квикинин Чарм. Сто процентов. Войт Спирит пытается убежать от Эмбер Спирит. Эмбер Спирит с агонимом. Он жёсткий. Его хватают на Ремнант. Диссимилейт Астрал Степ. И Войт Спирит уходит. Хочет купить себе Дагон. Ну, решение, мягко говоря, странное. Зачем ему Дагон здесь? Непонятно. Непонятно, неясно, категорически отказываюсь понимать. Вот. Но, блин, может нужен какой-то быстрый фокус в дуэль, да? Типа в этом идее, что... Ой, да ладно, Войт Спирит спасся. То есть вы цепляете... А это что за предмет? А, когти, которые... Клыки, точнее, которые украли у Марфа тогда. Вы цепляете Марфа. И до активации им Блэкинг Бара просто пытаете влить в него максимум дэмэджа. Там через Дагоны, через ульту Снепфайр. Вот. Это, безусловно, теория имеет право на существование. Но выглядит это, конечно, со стороны, как что-то не очень практичное. Там Кекс появляется в Клин оф Пейнхо в Глокверка. Дуэль неплохая. Слушайте, Акса же могут убить. Соник Вейв очень много урона получает команда Реалити Рифт. Но Акс-то убили. Ставится Сонц... Да боже, он не успел... Он не... Нажми что-нибудь! Что-нибудь нажми, дружище! Эх, Марф погибает 110 секунд без него. У него же нет байбэка еще какое-то время. Должны быть тайминги. 100 секунд без Марфа. И у него нет байбэка минуту. Минуту нет байбэка. Как же плохо все нажали о дроид. Просто невероятно плохо, друзья. Хукшот, конечно, от Клокверка в этот раз... Но что значит великолепный? Он его попал. Что значит великолепный? Он им попал. Просто он же должен попадать хукшотом, правильно? Мы же не говорим, что... Типа, ты попал хукшотом? Типа, ты ботек. Типа, да? Вот если ты там, например, сбил ТП телепортирующемуся врагу без байбэка в пачке крипов, когда его там еще какие-то сомоны окружают, это ты, конечно, да. Ну ты зверь. Как-то этот хук попал. А тут как бы человек просто взял и попал хуком. Безусловно, молодец. Но, блин, он должен попадать хуком. Рассчитывать на то, что Клок не попадет хуком. Это как-то странно. И Морф вообще ничего не поражал. Ни перекачку, ни БКБ, ни манту. Ничего не нажал. И вылетает Клоквер. Еще один хукшот. Тут у него Аганим, кстати говоря, появился. Он подрубил оверклокинг. И... Ну, не, минус трон... Ну, я не, не, минус трон не получится. Не, как минус трон? Минус трон никак. Вот, минус линия вполне вероятно. Прокастовываются Алибарды. Там огромный стат резист у Дрю. Он очень бодро начинает разваливать Т3 вышку. Его циклонят. Стараются как-то выиграть время. Но, я думаю, что с одной линией уже 100% вращаются сейчас Адроиты. Что бы они тут ни делали. Еще одна Алибарда. Сбивают Аксу Блинк. Ну, Аксу надо, я не знаю. Может, с волк какой-то. Он тоже очень много фейлит с колом. Еще раз фейл с колом. Крипов нет. Слушайте, кажется... Не, ну здесь уже опасно. Нет, здесь уже не стоит стоять. Цепанули Аксу. У Акса будет попытка сфорсить БКБ. Печенька. Акс дает кол. Цепляет тролль Варлорда. Ульт Снэп Файр цепанули. Немножечко Квапу-Квапа уходит на Блинке. Ульт Снэп Файр закончился. И надо отступать. Сейчас приходит Морф. Проказывает Бабку. Бабка живет. Диспейл по Бабке. Очень много ремнантов отдал. Эймбер Спирит. У него два ремнанта остается. Цеп... Это же значит много. Не, ну вообще нормально, да. Цепанули Снэп Файр просто прекрасный. Тролль успевает ультануть. Убивает Акса. Акс укупается. Через секунду появится Феникс. Трю неплохо откиливается. Но его... А, Сатаник-то? Так, БКБ. Если никто прямо сейчас не начнет его фокусить. Великолепная Лебарда. Пытается прикрепроваться. Команда Реалити Рифт. Санрей тоже хорошо хилит и дамажит. При этом минус Тролль. Минус Клок. Минус Снэп Файр. Но более-менее обошлось. Было близко. Было близко. Бараки не потеряли. Преимущество 8 тысяч за командой Адроид. В целом они за драку выиграли 1200 золота. Довольно много поднял Морфу и Феникс, как мы видим. Ну, позиция не самая хорошая для драки, конечно, у Реалити Рифт была по понятным причинам. Но вот сейчас появляется такая неприятная ситуация, когда у Акса нет байбека. От Акса очень многое зависит. Если он прыгает и попадает Колом по Тролль Варлорду, даже несмотря на бешеный стат резист, этого Тролля можно слить очень быстро. Если Акс, соответственно, будет мёрз, то Колом попасть он не сможет и Тролль будет жить. Но выкупаться пока Тролль не хочет. Но вообще придётся, там как бы третью линию Морфом сломает. Легионка умирает, выкупается Тролль. Непонятно, чего он ждал, пока у него бараки упадут. Фисты чины. Да, действительно, бараки сломаны. Бараки сломаны. И если бы Реалити Рифт хотя бы сами забрали... Так, а подцепили Акса. Акс без БКБ. Это очень важный фраг. Печенька. Нормально. Дуэль плюс дэмэдж для KYXY. KYXY имеет 134 единицы урона. Что по Рошану? Немножечко не везёт команде Реалити Рифт. Рошан ещё не заспавнился. Но если они будут достаточно терпеливы, то... Они дождутся спавна Рошана и 100% его заберут. Ну, хочется, конечно, лайн. Да, там Курьер висит в Рошпите. Рошан заспавнился. Всё, 100% есть инфа сейчас о Рошане. Там Рефрэшер Шард. Рефрэшер Шард. Но, блин, да. Тут Аганим на самом деле, если бы выпал, не особо полезен. Курьера Буни убили. Дрю не хватает дамага. У него стат резист, стат резист. БКБ и сплэш. Не, ну тут надо принимать Драку. Реалити Рифт. Там нет Акса. Вы же знаете, что там нет байбэка. Чё по дуэли? А, блинкдаггера у нас нет на Легионке. Всё, я только сейчас это понял. Понятно. 42 минуты без блинкдаггера. Печально. Цепанули Марфа. Хукшот пошёл по Фениксу. Попытка быстро убить Фениксом. Феникс с байбэком должен быть. Он получает сейчас Циклон. Хорошие кони. Феникс умирает. Там Сунифой Порошан падает. Что Порошану? Мак забирает Аегис. Где все остальные? Руль и Зак. Кто что подобрал вообще, я не понимаю сейчас. Пытаются бить Клопок. Клопа умирает. Морф дуэль получает. Эмбер Спирит умирает. Феникс раскидывает ухов. Ремнон здесь. Ультсный Файр. Как же больно должно быть сейчас Маку. Мак без БКБ тоже умирает. Сложно сказать, кто вышел в плюсе. Если честно, надо посмотреть, у кого остальные рули за. У кого сыр, у кого вообще рефрешер. Что вообще произошло-то, блин? В куре, может, что-то? Или там все попрожимали? Вроде ничего не поражали. Так, елы-палы. Где рефрешер, где сыр? Объясняйте. Кто-нибудь. Так, ладно, вижу. Сыр у Акса. А рефрешер? Рефрешер, возможно, в жале. Там в Файтрикап он просто не попал. Я сейчас, может, не так вот посмотрю. Ой. Извините, пожалуйста. Чё-то нажал. Не то. Нет, да, рефрешера? Ни у кого. Да, вроде нет. Пошла возня. Два байбэка от команды Адроид. Соник Вейв можно сейчас дать очень хороший. Неплохой Хекс. Имбер Спирит вылетает на ремонтах. Солнце ставится. У Легионки проблемы. Солнце взрывается. Попытка убить Снэпфайр. Снэпфайр умирает. Тут РР могут просто не отступить, на самом деле, сейчас. Выкупается Снэпфайр. Там БКБ у Трю сейчас закончится. Ему надо пытаться драться на развороте. Команда должна его как-то здесь подсейвить. Алибарда. Есть Сатаник. Есть ульт. Очень важный момент. Если РР сейчас проиграет Драку, они проиграют эту Карпу. Хекс. И да, минус тролль. Байбэка нет. Хлокер также умирает. Вот Спирит врывается. Пытается убить Феникса. Неужели он его убьет? Феникс без Байбэка. Напоминаю по астралстепам, что догон-догон есть. Минус Феникс. Отлично. Надо тянуть время как-то. Я не знаю как, но надо его тянуть. Колл по Легионке. Легионка без Байбэка. Легионка в таверну. Ну, торопятся, ребята. Торопятся объективно. Да, они зафорсили два Байбэка, но нужно быть готовыми к тому, что соперник будет нападать и придется отступить. Возможно, лучше было бы просто пофармить. Короче, не знаю. Очень странная игра. Не думаю, что Реалити Риф сейчас как-то смогут защититься. Это либо минус трон. Хотя, ладно. Давайте не будем делать поспешных выводов. У Снэпфайра есть ульт. Ульт, который неплохо бьет. Трой покупает Башер. О-о-о! 45-ая минута нет Башера. Понял. Плюс принял. Хукшот пошел. Ульт Снэпфайра. Попытка быстро слить морфа. Морф очень плохо. Морф умирает. Боже! Очень хорошо. Диссимилеет стан 2,5 секунды. Я понял. С ума сойти. Неужели они выиграют это? Охренеть. Ой, блин. Какая жесть. Он опять ничего не нажал. Ни БКБ, ни манту. Просто умер за Хукшот. Хукшот диссимилеет с Ульт Снэпфайр. Как они его так... Не знаю. Ну, ладно. Может это, кстати, еще... Да, это не конец игры. Реалити Риф это еще не выиграли на самом деле. Но они только что совершили невозможное. Я не знаю, как можно вот при таких обстоятельствах не закончить игру команды Адроид. Ну, блин. Они же должны понимать. Они же должны понимать, что все может прилететь вот так вот, как прилетело и это вилы. Блин, очень странно. Ну, как-то распределиться, позицию взять получше. В общем, ладно, не знаю. Дагон в итоге себя оправдывает на Войт Спирите. То есть, это изначально выглядело как решение очень сомнительное от Алакрити. Но мы видим, что вот конкретно в данной... Ну, блин, тут тяжело судить. Понимаете, в чем дело? Если бы он не взял Дагон 5, он бы взял что-то другое, да? Допустим, он бы взял Хекс. Или бы он взял Шиву. Или бы он взял Актарину, как он хочет. Или бы он взял там Линфу. Или Блэйдмен. Или что-нибудь еще такое. То есть, это все могло бы работать просто иначе. И игра бы не дошла бы до того момента, до которого она дошла. Но конкретно в данной ситуации мы видим, что все-таки... Все-таки Дагон на Войт Спирите приносит определенные дивиденды. Да, падает Т2, вышка в топе. Нинджагир выпадает троллю. Надо добирать вещи. То есть, тут... Хотя, погодите, что по байбэк статусам? Давайте посмотрим. Байбэк статус. У Марфа есть, у Войт Спирита есть. У остальных нет. Новые шмотки. Команда Адроид. Спелл Призма круто. Нинджагир нормально, но это лучше Аксу. Кстати говоря, да, почему Нинджагир вообще у Марфа? Кого? Вот отдайте лучше Принцнайф Марфу, а Нинджагир Аксу. Конечно. Вот. И команда... Реалити Рифт. Нейтральные предметы. Смотрим. Левеллер. Иллюзионист Кейп. Спорно. Нинджагир Легионки. Левеллер троллю. Ну, тут, наверное, не знаю, Хавок Хаммер, может, какой-то еще бы хорошо бы смотрелся. Или Спелл Призм. Спелл Призм, наверное, лучше бы смотрелся. Да, Спелл Призм просто вместо вот этой штуки. Но, видите, Нинджагир. Клаку. Иллюзионист Кейп. Троллю. Левеллер троллю. Проблема в том, что троллю... Ну, Иллюзионист Кейп ты не можешь перекладывать сейчас. Это все-таки выложил. Легионка, да, забирает Иллюзиониста. Вот, Легион сама себе. Да, тут просто обменивают сейчас нейтральными шмотками. Хочет Сатаник себе Морф, чтобы поменьше длились дизейблы на нем. Решение понятное. Понятное и правильное. Решение понятное. Решение понятное. Решение понятное. Но момент ответственный, конечно. Появляется Айон Диск у Квапы. Как раз вот тоже хорошая штука, чтобы ее не слили сверхбыстро вот за такие хукшоты-догоны. Главное не выдать Соник Вейв, когда у тебя Айон Диск активен. Поскольку Айон Диск, он не только защищает тебя от любого входящего урона, да. Но он делает так, что ты сам никакого урона не наносишь в момент, когда ты защищен. То есть это работает в две стороны. Ни ты не получаешь урона, ни ты не можешь урона нанести. Так что если как-то, знаете, Квапау прям во время каста Соник Вейва у нее прокнет Айон, и она в итоге его выкинет, это будет не круто. Соник Вейв. Соник Вейв пошел троллю, троллю очень плохо, и тролль умирает. С байбэком. Есть байбэк. Алакрити ломится. Ну куда ж вы ломитесь-то, елы-палы. Попытка Квапу слить, Квапу сливают. Легионки плохо. Тролли выкупаться не торопятся. Главное вводит Спирит и не умереть в этой ситуации. Вводит Спирит, это что, пачку скипит? А, блин, и... И телепорт. Клоп. Без байбэка. А-а-а, промазал хукшотом! Холл. И Карус. Без пичи иные клопы. Нинус клоп. Да, увы. Увы и ах. И что там у нас по Рошану? Рошан заспавнится через минуту. Но я не знаю. Должны ли Адрои все-таки закончить эту игру? Не тогда, так сейчас. Сейчас уже... Хотя Легионка выкупится. Тролль выкупится. Может они реально побоятся? Ну и да, пытается Нацуми. Ну и да, пытается Нацуми. Готов, наверное, с мега-крипами играть. Но если готовы играть с мега-крипами, тогда впрыгаться в эту линию не нужно, конечно. Потому что тут еще Снэмфайр и Клор должны появиться. Да, это будет игра с мега-крипами. Курьер в Рошпите. Это уже четвертый Рошан, то есть там Аганим и Рефрешер будет. Кому чё. Аганим Фениксу, наверное. Клопье вроде не особо надо. Аксу тоже. Ну да, Фениксу, наверное, объективно, наверное, самое полезное. Марху тоже Аганим не шибко нужен. Чё, он там в тиммейтах какого-то будет превращаться, что ли? Аганимные бонусы какие-то юзы, а это не вроде-то ничего такого нет. Хотят подраться за Рошана. Посмотрим, получится ли. Рошан упал. Понимают РР, что опаздывают. Клокерк в итоге выкупается. Там ему очень-очень недолго оставалось спавниться, и он в итоге тратит байбэк. Вот. Да, конечно. Конечно, жестко. Но в хорошей позиции РР могут подраться. На самом деле. Шутки-шутки. Не, Мор все-таки забирает Аганим. Шутки-шутки. Не то, чтобы он опять-таки сильно полезен. Кажется, он вообще почти ничего не даёт. Морфу. Ну, по крайней мере, ладно. Давайте оставим это мега-крипы. Начинают давить. Зажимать со всех сторон. Нападают на Клока. Клок получает низкого. Врывается. Неплохо воет Спирит. Клок уже должен погибнуть. Ставится Супернова. Клок воет Спирит. Увоет умирает. Тролль ультует. Но сейчас взорвется солнце. Неплохой даёт дамаг по Аксу. Но Акс в последний момент жмёт сыр. Ещё один у Саниквей под Буми. Ульца Фаер неплохой. Но три минуса уже и от ГГ. Да, мемная, конечно, игра получилась. Мне кажется, Адроид победили здесь исключительно. Потому что у них драма был получше. Они так бросали. Вот эти вот моменты, когда Морф ничего не прожимает. Это выглядит, мягко говоря, странно. И счёт становится 1-1. Друзья, у нас будет третья карта. Давайте, наверное... Тут немножечко дота подлагала. Уйдём на небольшую рекламную музыкальную паузу. И как только там драфт маленечко прогрузится, хотя бы до середины, я вернусь и посмотрим с вами последнюю игру на сегодняшний день. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.